здравствуйте мои маленькие любители оленизма сегодня мне программы поможет провести настоящий настоящий дипломированный режиссер эхтибар беширов а мы обсудим попадалово кузи из универа смотрел универ знаешь что такое кузи из универа я смотрел только одну серию но кузи из универа тебя знаком даже я тоже не смотрел универ но кузи из универа я золот по интернет слухом как раз вот так вот сейчас так вот портал super.ru как я понимаю дочернее ответвление от life news опубликовал репортаж в котором рассказывает цитирую дальше я буду так сказать зачитывать строчки с портала super.ru так что если кузи из универа или уже надо думать со мной судиться то судиться нужно будет с порталом и так звезда сериала универ виталий гагунский кузя известен не только благодаря своим ролям и выступлениям но и своей семейной драмы это то что мы постоянно разбираем том числе на этом канале в частности мужском движении вообще и так дело в том что после развода супругой ириной он потерял возможность общаться со своей дочерью мне знакома ситуация тебя как то же самое так у тебя даже фильм короткометражка на эту тему есть да это вот моя ситуация показана и так мы уже вместе обнялись практически с кузи из универа с виталием гагунским так сказать коллеги собратья по несчастью кузя всегда ждем тебя виталий точнее давно не важно ждем тебя на этом канале у нас в студии так а теперь ирина рассказывает в интервью о том но это супруга бывшая гагунского что виталий не платит алименты не участвует в жизни ребенка юридически четкие формулировки выверенные причем такие в шоу алена блин актер рассказал о том как вышло что сделав дочь звездой интернета выйдя с ней на сцену гагунский стал не нужен далее так сказать цитата цитата которую приводят портал суперру ее мама заблокировала меня в телефоне у себя и у милана я где-то год ну с юридической точки зрения это препятствие в общении ребенка с отцом я где-то год не общался с дочкой год не общался меня обвиняют что я не пришел к ней на концерт на концерт я не пришел но смотрел его в эфире за месяц до этого я пришел к они в школу подошел увидел ее в классе она увидела меня расплакалась ну то есть как мы видим опять же происходит то что происходит в миллионах российских семей и у нас в том числе дети получают дети которые ни в чем не виноваты конечно же получают колоссальнейшую психологическую травму когда родители расходят то есть развод сам по себе является психологической травмой у тебя может быть что-то по-другому но как вот ты оцениваешь тебя ребенок получил психологическую травму процессе я думаю да не но в процессе развода когда мы разводились у меня жена вообще беременная была вот то есть там другая немножко ситуация была и затем на эту травму еще одна травма накидывается когда ребенка отчуждают от отца отчуждают родителя соответственно запрещают общаться формулировка ну так сказать причем знаешь как гопники в подворотне зачастую женщины которых лично я люблю и уважаю я думаю что эти бар тоже у нас на канале на канале очень любят женщин у меня на канале как гопники из подворотне женщины прикапываются ко всему если ты не пришел куда-то ты не пришел тебе на дочь все равно пошел вон больше ее не видишь поясни за это если ты пришел куда-то ну там то ты навязываешься ты нас преследуешь ты негодяй пошел вон тем более тебе с ребенком общаться не дадим то есть чтобы просто я хочу чтобы мужчины поняли чтобы вы не делали меня вот здесь вот например кузина начинает оправдываться виталий гагунский начинает оправдываться что он на какой-то там концерт дочери не пришел если бы он пришел же нам сказал что он плохо пришел плохо смотрел плохо поддерживал и вообще травмирует ребенка своим присутствием если бы он пришел на половину то есть ну так вот половина у него была бы в коридоре а половина таскать это она бы говорила что он ребенка отвлекает от того чтобы искать играть на сцене и поэтому поэтому надо зайти что бы вы ни делали не делали прикопаются и обязательно с ребенком общение ограничено так далее это же простая в скобочках в кавычках такая ситуация папа обидел маму это дальше виталий рассказывает ушел поэтому я наверное не просто так играл кузи в универе потому что оказался из тех идиотов которые оставляют не 25 процентов не половину я оставил ей все наша любимая тема наш или как мы любим это настоящий мужчина настоящий оставил ей вообще все бизнес который приносит доход квартиру в центре москвы сам катаюсь по съемных студиям по съемным студиям со своим роялем дальше идет подмена понять он говорит я оставил ребенку все то есть он до этого говорит вот опять же у человека в голове «Клин» вот это вот такое сугустивное состояние когда мать переравнивается к ребенку мать говорит «ты не мне ты мне оставляешь свои миллионы этом ребенку все оставляешь». пользоваться буду я ребенок ничего не получит но это как бы ребенка но мне на самом деле а вот и он дальше говорит оставил ребенку все поставил себя в некомфортную ситуацию так что когда говорят что я не плачу алименты да я их не плачу но я не могу их платить алименты пока на них не подадут она и не подавала Он обвиняется, что алименты не платит. Он оставил ей все, но как бы не ей ребенок, но пользуется она. И вот такой вот иезуитизм, изворотливость. Просто какая-то жезофрения зачастую. Я это постоянно наблюдаю в различных госучреждениях и в судах. Поэтому я все время, например, людям, которые ко мне обращаются, говорю. Вы не думайте, что вам, во-первых, будет кто-то благодарен. Во-вторых, вы не думайте, что вы будете хорошим, если оставите все вашей бывшей жене. Вы все равно будете говном. Все равно вы будете говном, который все испортил, испоганил, от которого ребенка нужно изолировать. Но так вы будете в глазах супруги говном. С имуществом, с деньгами на адвоката, с квартирой, со студией, с бизнесом. А так вы будете говном без бизнеса, без квартиры, без студии. Поэтому если выбирать, в каком качестве говном быть, то я вот за то, чтобы грустить. Так сказать, о просорной семье, грустить о ребенке лучше, так сказать, в своем Мерседесе, чем сидя на теплотрассе. Гораздо комфортнее груститься за бутылочкой хорошего вискаря. Согласен. Далее. По словам Гагунского, окончательную точку вы с женой в соотношениях поставил скандал из-за коммерческого проекта, когда она потребовала переписать на нее счета продюсерской компании «Актер». Какая? Так, дальше вот цитата идет. Был коммерческий проект после нашего Смеланова выступления. Ко мне обратился известный продюсер. В общем, суть в том, я просто ему зачитывать не буду. Суть в том, что он раскрутил девочку, ему там помогли. Его столько деньги пошли, там ее клипы начали собирать миллионы. Он стал не нужен. Так сказать, ни ей, ни маме, никому не нужен. Дальше он говорит, что из ребенка делают эдакую золотую антилопу. Ну, а он как бы пошел нахрен. Далее. Актер прокомментировал слухи о том, что раздор в семья произошел из-за его родителей. То есть, ну, со всех сторон виноват он, по мнению супруги. При том, что он... И он это признает сам, да? Получается. Сейчас мы до этого дойдем. То есть, он. Это вот просто урок такой классика. У меня больше 500 разводов, и в каждом происходит одно и то же. Каждому происходит одно и то же. Значит, он такой, я оставил ей все. Квартиру, машину, бизнес. Ребенка, который, так сказать, ну, сам по себе бонус. Вот у нас, опять же, у мужчин такое представление, что ребенок это тяжесть невообразимая. Да нет. Ребенок это плюс и бонус. При патриархате с отцами остаются, при патриархате с матерями дети. А плюс к этому еще бонус куча имущества, и плюс к этому еще бонус алименты. И после этого всего расходятся слухи. Вот его, так сказать, супруг дает интервью и говорит, что из-за него все произошло. Из-за его родителей. Когда к мужчине не к чему прикопаться, начинает прикапываться к родителям. Это прям классика, опять же, гопническая такая. Лишь бы к чему приколебаться. Дальше вот цитата. Я был молодой, горячий. Ирина девушка красивая. Я влюбился. А отец сразу мне сказал. Отец сразу мне сказал, пишет Гагунский. Говорит, точнее, в интервью. Она оставит тебя без всего. Это не твое. Собственно, спустя 10 лет так и получилось. Это был единственный раз, когда я ослушался родителей. Что редкость. Батя у нее умный. Умный мужчина с большой буквы. Прям вот только увидел невесту, говорит, она не твое. Без всего тебя оставят. И так и вышло. Батя просто золотой отец. Я бы на месте Гагунского слушался бы отца прям во всем до конца своих дней. Потому что большинство отцов сейчас это, как в интернетах говорят олени. Дальше прибавляет слово епаны. Только вместо п там б. Которые говорят, ты ей все отдай. Вот почку отдай. Все ради семьи. И плати еще. Да, и плати. И все равно ты будешь виноват, потому что ты чмо. А здесь прям батя золотой. Ну, со всех сторон все хорошо. Нет, вот, что называется, как терминология в нашей, пилоткой накрыла. Также он ответил на обвинение бывшей жены в том, что выгнал ее беременную из дома. Это я тоже часто слышу. Вот женщина любит рисовать такой образ. Меня беременную или с детем. На мороз. Значит, 30 градусов мороза. Люди замерзают в сугробах. Там по пояс просто лед. Валит вот такой вот снег. Солнца не видно. И он меня, святую женщину, которая отдала ему все, выставляет пинком под зад на мороз вместе с ребенком в одних сандаликах. И вот мы идем, хрустя снегом, замерзая, уже синея и где-то, так сказать, мерзаясь в лед, умирая в обнимочку с ребеночком. Бедная я. Вот что-то в этом духе. И я, судьи опека, слышат постоянно. Прям на мороз с ребенком. На беременную это вообще кайф. Вот я с животом. И такая я прям накрылась ветошью. И только собаки лижут мне лицо. Слава богу, добрые люди. Вот. Ну вот дальше. Под добрыми людьми окажется какой-нибудь очередной любовник, а то и не один. Вот. Ну или мама, которая все это и подустроила. Ну тещенька, то есть бывшая. Далее. Хотел бы я, говорит он, чтобы меня так выгнали из дома. В трехкомнатную квартиру на Мичуринском проспекте, 115 квадратных метров. У нее вечно были эти истории. То предродовой синдром, то родовой. То послеродовой. То послеродовой, да. То междуродовой. А я работал по 12 часов. Еще и не спал 5 ночей подряд. У меня там блин-блинский и потеря-потерь. А еще и тут выяснение отношений постоянно. Ну, как мы любим, по классике, да. Жена вместо того, чтобы, как многие хотят, так сказать, обеспечивать тыл, подавать патроны, когда он отстреливается, она устраивает второй фронт. Он приходит с работы и попадает вместо своей берлоги, вместо психологического отдыха, вместо психологического насилия во второй фронт. Естественно, крыша поедет у любого мужчины. Или бывает еще полный игнор. Это еще одна такая форма психологического насилия. Про это тоже будет обязательно на канале ролик. Это была просто необходимая мера, чтобы окончательно не кукукнуться. Снял ей квартиру, все оплачивал. Так, ну и дальше трогательное обращение Гагунского к дочери, с которой не общался больше года. Тут предлагают посмотреть на YouTube-канале. Мы этого делать не будем из-за авторских прав. Вспоминаю историю не так давно, которая была с Гариком Харламовым и актрисой Асмус. Гарик Харламов в интервью Поперечному с улыбкой так и говорит. Да меня два раза половинили. Я два раза разводился и, соответственно, два раза меня отжимали. И ничему его жизнь не учит. А тут вообще дом отжали. Тут тоже отжали и дом, и квартиру, и бизнес. И ребенка, что самое главное, хрен с ними, ладно с бизнесом. Ребенка отжимают. Что у того, что у этого. И у меня вопрос такой. Я это часто наблюдаю среди обычных мужчин. Менеджеры, различные работники, бизнесмены и так далее. В актерской среде, в плане межполовых отношений, актеры как мужчины, я тебя как профессионал спрашиваю, которые очень много с актерами работал, время проводил, видел, как они в быту, на сцене, что-то знаешь по этой психологии. Актеры – это такие же мужчины, как все в межполовых отношениях, или все-таки еще хуже, то есть, или, может быть, ушлее, хитрее, как-то могут сыграть где-то. Как ход? Ну, смотри, из моего опыта, что я наблюдаю уже много лет, что у актеров на самом деле даже еще хуже ситуация, потому что актер – это человек, который не имеет какого-то стабильного графика, дохода, тем более, если это актер неизвестный или потерял свою известность. Он всегда в каких-то поисках выживает. И здесь как раз-таки в этот момент нужно, чтобы у тебя был надежный тыл в виде жены верной, которая будет тебя поддерживать, помогать. И чаще всего, и это не только у нас, если брать заграничных голливудских актеров, именно в этот момент у них и происходит самое тяжелое. Ну, нож в спину банальный. И это банально, как и у всех других мужчин. То есть у любого, даже у ликтера какого-нибудь или машиниста похожая ситуация, как у известного актера. Но оговорка одна, что актеры, они еще связаны по рукам и ногам. То, что каждое его движение, каждый пук, он сразу попадает в СМИ. И с одной стороны, ну, некоторые, может, сумасшедшие это воспринимают, как, о, я там вот, обо мне никто не знает, про меня все забыли, а теперь у меня известность появилась, пиар. Некоторые думают, что актеры так считают. На самом деле это не пиар, это вообще никому не нужно. Актеру это тем более не нужно, потому что актер, он работает эмоциями. То есть ему нужна полная концентрация, чтобы работать. А тут получается, что на него в СМИ выливает тонну дерьма. Это его родные читают, родители. Да, родные, те, кто с ним работает и так далее. Он вынужден это разруливать. И вот то, что ты зачитывал, часть из этого, то, что он сам о себе написал, он пытается как-то отвести удар. Он пытается показать, да нет, я настоящий мужчина, я вот все оставил, вот я вот там это, я то. То есть он пытается сделать так, чтобы общество все одобрило. Да, ты молодец, все, и отстали от него. От него никто не отстанет. То есть если у него это началось, то все, у него теперь клеймо пожизненно будет. Вот, тем более вот, ну, если ему жена его бывшая решила ему отомстить, все, ему конец. Вот в наше время ему конец. Постоянно будут за спиной говорить, да он сволочь, он жену с ребенком с маленьким бросил. А ей это будет в плюс. Элементы еще не платят. Конечно, а ей это только будет в плюс. Она везде будет героиней, везде ее будет приглашать. Говорит, вот ты молодец. То есть она себе карьеру вполне себе так устроит. За его счет. Слушай, вот за кадром, так сказать, стоит Геннадий. Вот мы с ним в начале, ну, перед записью ролика, перебросились пару слов по этой ситуации. Он, в частности, высказал такую мысль, я у тебя хочу спросить. Он говорит, что, ну, женщины, соответственно, любляются у альфа-самцов, а актеры, люди, которые изображают, могут изобразить альфа-самца. Ну, если он профессиональный актер, он кого хочешь изобразит. Хоть чмошника, хоть ботаника, хоть альфача, хоть кого. И поэтому им с женщинами проще. Проще ли им с женщинами? И вообще, вот как вот именно в плане психологии? Им проще входить в отношения, выходить, подыскивать себе женщин? Или тоже от актера зависит, как от человека? Ну, во-первых, это зависит именно какой это человек, потому что актеры разные бывают. Я знаю разных актеров. Кто-то абсолютно раскованный, а кто-то вот камеру выключили, или занавес упал, и все. Он абсолютно скромный человек. То есть, ты никогда не поймешь, что это актер. То есть, это именно от характера зависит. И актеру на самом деле... А разве актеров не учат вытравливать из себя характер и быть вот такой вот чистым листом? Ну, тут видишь как, смотри, что здесь получается, это в начале это есть, когда молодой актер, он еще только учится, он такой вот прям в расцвете сил. А когда уже актер становится, ну, прям профессионалом становится, да, и все его умения, это все как бы работа. А то, что в жизни, это просто обычный человек. То есть, он актерские свои навыки в жизни не применяет, нет? Он не применяет, потому что то, что действует на экране, то, что действует на сцене, в жизни это не работает. Тут же вопрос наброшу. Все мы знаем песню, Меладзе, по-моему, пела. Она была актрисой, даже за кулисами играла роль свою. У женщин-актрис точно так же все происходит? Или они все-таки могут за кулисами, ну, опять же, многие говорят, что женщины прирожденные актрисы, там, и так далее. Это им помогает, вот женщинам-актрисам в плане межполовых отношений, там, ахмурить кого-нибудь. Или тоже зависит чисто от женщины актерский скилл, что называется, здесь вообще ни при чем. Ну, вот по женщинам-актрисам я заметил такую особенность, что у многих из актрис у них проблемы с семейной жизнью. А у актеров-мужчин? У актеров-мужчин, как правило, все нормально с семейной жизнью. Это потому, что они унижают в семейной жизни? Или потому, что умеют ее правильно построить? Да, они умеют правильно построить, они четко отделяют работу от семьи. А женщина, женщина все сложнее актрисы, так как она, ну, вообще, женщина, у них больше эмоций преобладает. А актриса, она должна работать эмоциями. У нее завышенные требования бывают к мужчине. То есть, не просто там социальный статус, а вообще, как к человеку, очень много требований. То есть, она как-то из какого-нибудь погорелого театра, там 10 раз никому не нужно, но ей нужен исключительно олигарх. Что-то мне это напоминает. Либо олигарх, либо олигарх. Это те актрисы, которые реально хороши собой. Ты посмотришь на нее, да, у нее все есть. А есть именно актрисы... Подожди, в смысле хороши собой. Хороши как профессионалы или просто симпатичная мордашка? Ну, именно, да, мордашка симпатичная. Те, которые... Понимаешь, как актриса? Актриса – это человек, который продает свое лицо. Если лицо продается, значит, оно действительно цепляет. Есть такие актрисы, с которыми... Которых ты даже в жизни видишь, у тебя дыхание перекрывает. Если бы они не были актрисами, дыхание бы не перекрывало. Это не зависит от них, как от женщины? Если ты видишь, что психологически она достаточно такая гибкая, как бы, ну, нет в ней какой-то такой жесткости, как присуще актрисам, да, то, ну, тебе легче становится. А что это за жесткость? Откуда она берется? Вот в том-то и дело, смотри, что актрисы отличаются от мужчин-актеров тем, что они... Те навыки, которые они получают на сцене, они... Ну, многие в этом не признаются, да, но они их используют в жизни. Ты же говорил, они не работают. Вот я тебя и поймал. Ну, ты понимаешь, как они... Это есть большой плюс, что они живут этим. То есть, вот именно актрисы, почему у них семья не складывается, да? Вот она, если актриса, все, она на сцене актриса, она и дома актриса, она в жизни везде актриса. Не то, чтобы она просто играет, да? Она... Любой актер, да, он умеет собой психологически владеть. У него поставлена речь, он держит взгляд, он знает, как взгляд держать. И женщины очень часто это используют в отношении мужчин. Видимо, опять же, да, это какой-то такой женский такой момент. Хочется мужчину задавить, что ли. Вот, и они это часто используют. Проманипулировать, задоминировать. И это, честно говоря, бывает не очень приятно, да, при общении с такой актрисой. Бывает это неприятно. Ну, вот, у них со мной это не получается, потому что я режиссер. У нас есть определенные техники общения с актерами. Вот, и, собственно, мы все это пресекаем, да, у нас чисто идет деловое общение. Больше ничего. Слушай, а вот скажи, я сколько встречался... Не могу сказать, что я прямо в этом знаток. Ты, естественно, в тысячу раз больше встречался с актерами и с актрисами. Ну, в жизни как-то. Я заметил, что в жизни мужчин и актеры, они такие мягкие, я бы даже сказал, украчевые. У меня ассоциация с катанием зачастую. Да, так и есть. А женщины, они, ну, смотришь, сука-сука. Просто мразь какая-то. Тебе от нее даже отбрасывают зачастую. Хотя миловидно и вроде ничего такого не говорит. Но прям энергетика вот такая-то идет напряженно злая от нее. А некоторые еще этим гордятся. Некоторые актрисы говорят, а вот знаешь, вот партнеры, всем партнерам на сцене со мной, мужчинам, неудобно. Я люблю давить. Давить. Понимаешь? Тогда как... Так школа актерская одна и та же, по идее. Они должны быть кошечками такими, вхарачивыми тоже. Нет, они, понимаешь, дело в том, что многие из них получают такой доступ к сакральным знаниям, как владеть собой. И это используют как в жизни, так и на работе. И у многих просто отношения нормальные с людьми не складываются. Поэтому у них отношения, семья не складываются. Это редкость. Чтобы у актрисы женщина была реально хорошая семья, где она не будет доминировать. Понимаешь? У мужчин, я это заметил, есть такие мужчины, актеры. Как правило, это сильные актеры. Реально. Если он сам по себе и в жизни любит доминировать, при общении с тобой он как-то раз и может надавить на тебя. У него хорошо поставлен голос. Он уверен в себе. Он знает, как себя вести везде. Вот в любой момент попроси его произнести речь, он ее прекрасно произнесет. И все будут с открытым ртом на него смотреть. Есть такие мужчины, но опять же, тут невозможно сказать, добиваются ли они успеха в семье или нет. Потому что у меня есть примеры таких актеров. Телочки таких любят? Телочки? Да. А женщины? И они боятся. И телочки таких боятся. Понимаешь? Женщины, они любят много и красиво говорить о том, что мы любим уверенных в себе мужчин, но когда реально такой мужчина попадается, с таким, знаешь, таким жестким характером, ну, я не говорю о том, что злой там, а вот именно с жестким характером. С сильным характером. С сильным характером, умеющий владеть собой, они и таких боятся. У меня даже каст есть на этой теме, на этом канале, который называется, что женщина не потянет, не потянут сильного мужчину. Не потянут. Современная. Сейчас современная женщина, она, те требования, которые она выставляет на мужчину, она сама не соответствует этим требованиям. Если мужчины действительно все такими станут, то нашим мужчинам, скорее всего, придется искать каких-то других женщин, может быть, из других стран. Но не у нас. А что вы об этом думаете? Напишите в комментариях под видео. С вами был семейный консультант Аптон Сарвачев. И у меня в гостях, в гостях, профессиональный режиссер Эфтибар Беширов. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик. До новых встреч!